Приветствую вас, а на самом деле вот если так внимательно посмотреть на ваш небольшой текст, рассказ, то в нем достаточно легко угадывается, как мне кажется, история про избегание. Причем история про избегание, как мне кажется, даже не только ваш, но и ваших родителей, которых, как мне кажется, по крайней мере показалось, исходя из того, что вы написали, тоже, в общем-то, склонны к посредствам избегания решать, ну, те проблемы, которые возникают. Ведь, понимаете, есть здесь два момента. Первое. То, что вам кажется, что началось все с негативного опыта в школе. И оно действительно в какой-то степени так, потому что вас это, вероятнее всего, травмировало. Но есть еще и другие моменты. Например, то, что касается того, почему вас начали травить, например. Что в вашем поведении выделило вас для определенного круга людей. Это тоже необходимо выявить. И это то, что было, к сожалению, еще до того, как все это началось. Но сейчас, как мне кажется, вопрос стоит о том, чтобы вы могли прожить свою боль, прожить свои негативные эмоции, прожить их немножечко, чтобы прожить и опустить. А дальше уже, я думаю, вы могли бы под болью, под негативом, который у вас скопилось и вас разрушает, под обидами, которые тоже на вас совершенно очевидно влияют. Найти то, что вам интересно, то, что вас вдохновляет, то, что вам нравится и так далее. То есть варианты здесь такие. Если, конечно, нет каких-то еще дополнительных элементов, дополнительных аспектов, дополнительных обстоятельств, на которые нам тоже нужно обратить внимание и которые из вашего поля зрения выпадают. В силу того, например, что они являются для вас более привычными, более такими естественными. Хотя на самом деле это тоже влияет и может влиять довольным силам. Вот. Поэтому очень важно обратить на это ваше внимание. чтобы вы, ну, собственно, учились в какой-то степени быть более внимательным к себе. Есть ощущение, оно присутствует достаточно сильно, что вы не чувствуете собственной значимости, что вы не чувствуете собственной важности для, ну, для людей, ну, которые вас окружают. И это, конечно, не может не беспокоить вас, не может не травмировать вас, это не может не волновать вас. Только момент, на мой взгляд, здесь заключается в том, что вы с этим делаете. Что вы делаете с тем, что вас важно, как вы, если угодно, обращаетесь, вот, со своими жителями, как вы их, условно говоря, выражаете, если вы их выражаете. Да? Вот. Вот. И если у вас вообще, вообще-то вот такая возможность, возможно, ну, если у вас такая возможность, возможность свои чувства выразить то, что вас волнует, то, что вас беспокоит, то, что вас привозит, напрягает тогда. Потому что, ну, ну, мне, например, кажется, что история, которую вы описываете, да, она связана во многом с тем, что вы привыкли не замечать того, что вам происходит. Вот. Вы привыкли, привыкли как-то, как-то вот обесценивать то, что у вас файнтрейд ходит. Вот. Загонять, может быть, это поглубже, чтобы, ну, не было, может быть, так больно вам, чтобы не было так тяжело вам. Ну, вот. Ну, а, собственно, собственно, что дальше? Так бы, как бы, то есть, как дальше вам с этим жить, вот это, на мой взгляд, большой вопрос. Почему, почему, почему вам, вот, сложно сформулировать поствардер такой. Чувствуется также, что есть некоторые, некоторые требования у вас к моему себе. Идея такая, что я должен, ну, должен что-то делать, я должен кем-то быть возможным. Ох, ну, здесь очень важная альтернатива. То есть, у вас как будто бы на протяжении всего, по сути, вот, всей вашей жизни, всего жизненного опыта, отсутствует выбор. Вот. Несмотря на то, что родители вам предлагали, вы их почему-то не послушали. Вот. Негативный опыт того, как вы, например, прислушались к себе, да, и в итоге получилось только хуже, он может тоже довольно существенно вас дискредитировать. То есть, типа, вот один раз в жизни решил послушать себя, а не друг, никого-то, да, и вот получилось не очень хорошо. Я, кстати, не понял, не очень понятно вы говорите, что закончили колледж, почему-то вы это пишите в кавычках. Вот. Почему мы закончили, в кавычках, не ясно. И, также, есть, такое предположение, что возможно, вам довольно сложно выстраивать контакты с людьми. То есть, возможно, вам чуть-чуть тяжело вступать в некоторых коммуникациях, в коммуникациях с людьми, вот. А если это так, то на это нужно тоже обратить внимание, потому что моменты это важные. А вот, как, по поводу чего вы выстраиваете коммуникации. Вот мой, например, коллега сказал вам, что вы позиционируете себя как жертву. Что это значит? Это значит, что в какой-то степени ваше сообщение транслирует идею, что вас должны спасти, а ваши проблемы за вас решить другие. Но тогда вы ничему не научитесь. Тогда вы не сможете никак, ну, не сможете, например, получить новый опыт. Вы не сможете, например, вырасти над ситуацией, просто вырасти, не, не обязательно над ситуацией, да, просто вырасти вы не сможете. То есть вы сможете расширить, вероятно, свой кругозор, вот, который мог бы в итоге помочь вам двигаться дальше, двигаться вперёд, двигаться по нарастающей своей жизни. Вот, поэтому сейчас есть два основных вектора, в которых, в которых я бы сказал, нужно работать. Первый вектор это, вектор того, что вам желательно, желательно, просить боль, например, второй вектор это... Научиться прислушиваться к себе, вот, то есть, ну, чтобы вы умели слышать себя, вот, чтобы вы умели слышать себя. Это такой важный достаточно момент, если мы говорим о гармоничном состоянии человека, вот, и, соответственно, уже дальше вы сможете развиваться, дальше вы сможете двигаться по своей жизни, ну, вот, вперёд, там, в соответствии с тем, как вам того хочется. Если есть некоторые сложности, например, сложности в контексте выражения, например, твоих мыслей, то нужно относиться к этому спокойно. Почему их вам, например, было сложно сформулировать, вот, то, что вас, ну, то, что вас волнуто беспокоит, например, да, почему вам тяжело это было сформулировать, например, допустим, да. Но, тем не менее, если здесь какие-то вот сложности у вас, например, связанные с мыслительным процессом, допустим, вот, то на это тоже нужно обратить внимание, вот, самое пристальное внимание, потому что это напрямую влияет на то, как вы будете дальше жить, опять же, что, ну, вот, как вы будете развиваться, вот, и что вам дальше делать. Поэтому как-то вот так я, наверное, хотел бы вам ответить сейчас с позиции терапии, с позиции психологии, и с позиции, наверное, даже какой-то своей философии, которая у меня есть, ну, подход я имею в виду. Вот, на этом всё, надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой. Желаю всего доброго и удачи. Редактор субтитров.